Здравствуй, солнышко! Перед началом фанфика хочу тебе сообщить, что у меня на Бусти проходит аукцион за выбор фанфика на озвучку. Если хочешь в нём поучаствовать, то в описании есть ссылка, где ты узнаешь все подробности. На этом всё. Приятного прослушивания. «Мёртвые цветы». Автор – писатель снов. Глава 18. Ответы на все вопросы. Кто сказал, что мой свет лучше твоей тьмы? Цветы для Эл Джернана. Чунгук сидел в позе лотоса посреди широкой постели и листал учебник, пытаясь вникнуть в тяжёлые темы и определения по макроэкономике. Ему всё казалось таким интересным, хотя кто-нибудь другой сказал бы, что это скучно. И этот кто-нибудь был тихён. Парень лежал на постели, свесив голову с края, устало прикрыл глаза, надеясь, что младший сжалится над ним и отстанет, наконец, со своими дурацкими вопросами. «Давай же, Ви, ты мне так и не рассказал, что такое агрегирование». Чунгук поднял глаза от книги и посмотрел на своего парня. В ответ он услышал лишь тяжёлый вздох, а затем молчание. «Ты издеваешься надо мной?» Подросток не выдержал и пнул тихёна. «Нет, Чунгук, это ты издеваешься надо мной». Ты повернул к нему голову и, наконец, открыл глаза, показывая максимальный уровень вымученности на лице. «Сколько мы уже этим занимаемся? Час? Два? Три? Вечность?» «Двадцать пять минут», — тихо отозвался младший. «И ты мне так и не рассказал, что такое агрегирование. Я жду». «Статистическое соединение множества индивидуальных микрорынков в один рынок для того, чтобы определить общее национальное производство и совокупный уровень цен». Монотонно пробормотал брюнет, пока Чунг ввёл пальцами в книги по определению и сверял каждое слово. «Вау, так ты всё-таки учил!» Юноша радостно улыбнулся. На его лице даже проскочила тень гордости за своего парня. «Я думал, ты меня обманул». «Зачем мы вообще это делаем?» Сотый раз спросил Ви, приподнимаясь на локтях. «Потому что тебе надо сдать экзамен по микроэкономике. Больничный не освобождает тебя от сессий. Её всё равно придётся сдать рано или поздно». Чунгук перелестнул страницу учебника и продолжил читать. «И тебе не лень возиться со мной?» «Нет, не нравится помогать тебе. А ещё, если я не буду тебя гонять, ты не подготовишься сам». И Чунг говорил правду, потому что Тэхён не особо горел желанием учить скучное определение. «А теперь расскажи мне, что такое чистый национальный продукт». «Может, займёмся чем-нибудь поинтереснее?» Ви положил ладонь на коленку Гука и повёл руку выше, к бедру. Парнишка дёрнулся и поднял испуганный взгляд на старшего. Каждый раз, когда Тэхён начинал приставать, Чунгук боялся, что Тэхён захочет интима. Но вопреки его страхам, брюнец всегда ограничивался поцелуями и лишь иногда позволял себе потрогать мелкого за ягодица. И дальше никогда не заходил. «Ну тебе же надо готовиться», – попытался выкрутиться младший. «Макроэкономика никуда не денется, а вот ты запросто можешь от меня сбежать». Тэхён обхватил Гука за талию и потянул на себя, усаживая его себе на бёдра. «Прости, что тебя прерываю, но сцену пришлось вырезать на ютубе, потому что я боюсь, что он меня может наказать. Полную главу фанфика ты можешь прослушать в моём телеграм-канале вместе с вырезанной сценой. Ссылка будет в описании, там же и будет тайминг, чтобы начать ровно с того момента, где мы остановились. Также напоминаю, что ты можешь поддержать меня на бусте, где главы выходят без вырезанных сцен и быстрее, чем на ютубе. Ну а если не хочешь уходить, то приятного прослушивания. Чего уж скрывать, он хотел гораздо большего, чем просто касание, но терпеливо ждал». «А я могу присоединиться? Из нас бы вышел отличный тройничок». По комнате раздался женский голос. От неожиданности Чангук дёрнулся и спрыгнул с колен Тэхёна, а затем заметил в дверях Ви Йон. Она расслабленно опиралась о косяк и наблюдалась за ними без тени смущения. «Какого чёрта Ви Йон?» – скрикнул Тэ, поднимаясь на постели. «Сколько раз я тебе говорил не вламываться в мою спальню без стука!» «Будто я могу увидеть что-то неприличное». Она улыбнулась, наблюдая за покрасневшим Гуком. «Малыш-то ведь ещё в детственниках ходит, да, Тэхён? Тебя ебёт?» Грубо отозвался парень. «И вообще, три дня прошло. Почему ты до сих пор здесь?» «Мне некуда идти». Она пожала плечами и продолжала стоять на месте, не торопясь уходить. «Ну чего вы на меня смотрите, как на врага? Я ведь ничего такого не сказала». «Ты до сих пор здесь, только потому что Чунгук не против», – сотый раз напомнил Тэхён. «Спасибо ему за это огромное». Искренне пробормотала девушка, и это даже не прозвучало злобно, как обычно она умела. Чунгук поднял учебник и принялся искать нужную страницу. «А сколько времени?» Вдруг воскликнул парень, переводя взгляд с Тэхёна на Виён. «Почти два, а что?» Отозвалась девушка. «Чёрт, мне же надо с Чимином встретиться и домой заехать. Я совсем забыл». Он вскочил с постели, но споткнулся и чуть не упал. Тэд дёрнулся, чтобы ему помочь, но подросток сам встал на ноги и побежал к шкафу за вещами. «А зачем тебе домой?» Велёк обратно на постель, разглядывая потолок. «Надо цветы полить, а то Хасок мне всё угробит, и заодно вещи заберу кое-какие». Гук убежал в другую комнату и быстро сменил пижаму на чёрные джинсы и голубой джемпер. Когда он вернулся в спальню, Виён уже сидела в кресле и листала какой-то журнал. «Ты сможешь за ним приглядеть?» Обратился он к девушке. «Я что, младенец?» Возмутился Тэхён. Парень уже ходил сам, хотя ему было больно. «Покалеченным слова не давали», возразил Чунгук. «Не переживай, Чунгук. Я дам ему лекарство, приготовлю поесть, и если понадобится, помогу втереть мазь». Успокоила его девушка. «Уж о Тэхёне она позаботится. Всё-таки он для неё на данный момент первый человек в жизни. Она ради него даже брата кинула». Нельзя сказать, что Чунгук не переживал из-за того, что Виён жила у Ви на квартире. Ему не хотелось оставлять их наедине. Но вслух он в этом не признается, потому что всё будет выглядеть так, будто он не доверяет Тэхёну. А он не хочет, чтобы Тэ так думал. Да и Виён последние три дня вела себя как ангел, что было подозрительно. Не грубила, не нарывалась на ссору, была вежлива и помогала ухаживать за Тэхёном. Всё это настораживало и заставляло задуматься. «Если он откажется пить лекарство, забери у него приставку», – посоветовал Чунгук, закидывая в рюкзак некоторые вещи. «И проконтролируй, чтобы он до вечера выучил ещё пять билетов по макроэкономике». «Я с ним знакома дольше тебя. Разберусь». Эта фраза девушке неприятно кольнула Гука. Знакома она, как же. За столько лет так и не поняла, что ему нужно. «Малыш, ты ничего не перепутал?» – возмутился Тэхён, который всё это время отмалчивался. «Здесь ты мелочь пузатая, а я Хён. Будешь своими цветочками командовать». «Вот об этом я и говорю», – воскликнул Чунгук. Он подошёл к постели и наклонился к Хёну, чтобы поцеловать его в щёку перед уходом. Но Ви дёрнула его за одежду и поцеловала в губы. Гук пули вылетел из спальни, и спустя пару секунд раздался хлопок двери. Улыбка моментально исчезла с лица брюнета, и он развернулся к девушке лицом. За три дня это был первый раз, когда они остались наедине. «Я так понимаю, сейчас будет допрос?» – предположила девушка, поворачиваясь к парню. Он смотрит на неё сурово, злится. И он имеет на это полное право, ведь она предательница. «Либо ты отвечаешь на мои вопросы, либо я выкину тебя отсюда. Чунгуку скажу, что сама ушла». Голос Ви холоден в глазах презрения. «Давай только без угроз». Она усмехнулась и потянулась к пачке сигарет. «Не против, если я закурю?» Ты покачал головой, и она, вытянув одну сигарету, подкурила её. «Почему твой брат мне мстит?» Виен сделала затяжку и выпустила дым из лёгких. Она тщательно подбирала слова, потому что хотела быть максимально честной в ответах. «Разве опекун не рассказал тебе эту историю?» «Шин?» Ты удивлённо вскинул брови и поражённо посмотрел на девушку. «Ты что, шутишь? Он ведь ничего не знает». «Он не знает?» Она расхоталась и сделала ещё одну затяжку. Её взгляд был полон осмешки. «Ты, твой опекун стал причиной, по которой всё случилось, так как случилось. Если бы не он, возможно, я бы сейчас здесь не сидела. А вот себя были бы родители и нормальная жизнь». Она потянулась к пепельнице на тумбочке и стряхнула пепел. «Я не уверен, что готов слышать эту историю на трезвую голову». Ви потер виски и зажмурился. Столько информации в одну секунду, что голова просто взрывалась. «Ну так давай выпьем», – спокойно предложила девушка. Она посмотрела на парня и заметила в его взгляде тень сомнений. «Боишься, что твой маленький нянь будет ругаться, когда вернётся?» Она затушила недокоренную сигарету, встала с кресла и направилась в гостиную, где находился бар. Тихён медленно встал и пошёл за ней. Раны ныли и приходилось опираться о стену, чтобы не упасть. Он добрался до дивана и удобно устроился в углу, откидываясь на мягкие подушки. Чингук и правда будет ругаться, если узнает, что Тихён пил. Он ведь на таблетках, но Ви не выпивал с того вечера в баре, и ему жутко хотелось обезболить раны чем-то покрепче, настойки из какой-то мерзкой травы. Виен выбрала бутылку виски и достала два бокала. Она наполнила их спиртным и протянула один Тихён. Он залпом осушил свой и поставил на столик. «Я жду, когда ты начнёшь говорить», – настойчиво потребовал парень. «Начнём с того, что твой опекун полный уебок». Она сделала глоток и облизала нижнюю губу, наслаждаясь хорошим алкоголем. Он ведёт грязный бизнес и по счастливой случайности был лучшим другом главного прокурора города. Мой отец работал в компании шиноменеджером отдела. Карьерная лестница, хорошая зарплата и перспектива занять должность руководителя отдела. Только вот ему не давали эту должность на протяжении семи лет, а затем вдруг резко назначили. «Мы были так счастливы и даже не подумали, что может быть какой-то подвох». «Подвох?» «О чём ты говоришь?» Тихён протянул свой бокал, и девушка налила ему ещё. Шин проебался. Один из его компаньонов решил его слить. В схеме, по которой они работали, твой опекун стал лишним, и его надо было выкинуть. Было громкое дело, и он был под следствием. А твой драгоценный папаша не мог рисковать карьерой, но и друга подставить было бы не комильфо. Она допила виски и потянулась за бутылкой, чтобы налить ещё. «И тогда этим двум дегенератам пришла в голову идеальная идея. Они назначили моего отца руководителем отдела финансов и повесили на него хищение денег в крупных размерах». «Насколько крупных?» «150 миллионов долларов», – прошептала девушка. «Охуеть, стоп!» Ви остановила её, пытаясь переварить информацию. «Откуда у Шинов компании такие большие деньги?» «Ты же не настолько глуп, чтобы поверить, что он просто торгует деталями для моторных лодок. Его компания занимается чем-то незаконным, но чем именно, я знать наверняка не могу. Знаю только, что он отмывает деньги через свою контору». «И твоего отца посадили?» «Да, твой отец посадил». Она подняла на него глаза и даже не пыталась скрыть слёзы. Выглядела убитой и морально растоптанной. Ви не торопила её с продолжением рассказа. Но это же Виён. Сильная и непрошибаемая. Она допила алкоголь и отставила стакан. «Мой отец был очень добрым и наивным. Хорошие качества для отца, но по жизни таким людям сложно. Он был психологически слабым и тюрьма, не место для таких, как он. Помимо кражи денег на него повесили ещё три статьи и дали ему 25 лет». Она замолчала и прикрыла ладони лицо, но слёзы потекли по щекам. Тэхён боялся пошевелиться. Он не собирался её успокаивать, потому что вряд ли сможет хоть как-то утешить. Но и равнодушным его это не оставляло. Виён не была ему чужой, хотя её предательство уничтожило всё доверие. «Ты можешь не продолжать, если не хочешь». «Нет, ты должен знать». Она перебила его и, утерев слёзы, продолжила. «Его отправили в то место, откуда люди не возвращаются. Тюрьма для особо опасных преступников. Когда мы узнали, что он покончил с собой, это стало шоком для всех. А затем... Затем нам прислали заключение вскрытия». «Это же самоубийство было». «Да, но он был молод и сидел в тюрьме. Вскрытие делалось обязательно, и мы узнали, что у него был целый букет венерички». Она запнулась и сделала глубокий вздох. История не для слабонервных. Его изнасиловали в тюрьме. Озвучил Тихен то, что девушка не решалась. Она кивнула головой. И он, не выдержав, покончил с собой, потому что иначе это продолжалось бы до тех пор, пока он не умер бы от инфекции. До окончания срока он бы не дожил в любом случае. «Да», – дрожащим голосом пробормотала девушка. «Когда его посадили у мамы от нервов, начали появляться симптомы болезни Альцгеймера. А когда отец умер, она начала пить и медленно сходить с ума. Вначале мы думали, что это просто психоз, шок, депрессия. Но когда она подожгла мою постель, ее больше нельзя было оставлять дома. Иван Ху увез ее в больницу». «Больница, где вы ее держите, просто сарай», – возмутился Тихен. «Я знаю, но я не имею права голоса». Девушка помотала головой. «Никогда». «Ты можешь выплакаться», – предложил Те, видя, что ей это необходимо. Для Вьена это словно стало сигналом к действию, потому что она зарыдала в голос, а слезы бурным потоком потекли по щекам. Вон Ха обезумел от жажды мести. Раньше он был спокойнее, но чем дальше это заходило, тем хуже становилось. Он все обещал мне, что как только отомстит, мы заживем счастливо. Проходили годы, а затем в один день он пришел и сказал, что мне пора подключаться и тоже участвовать. Что это месть за семью? «И что он заставил тебя делать?» «Он отправил меня к тебе. Сказал, что я должна сделать все, чтобы втереться тебе в доверие. Я нашла тебя пьяного на какой-то вечеринке. Ты начал приставать, а я...» Она замолчала. Тихен не помнил их знакомства. А вот для девушки, кажется, это стало еще одной травмой. «Это не твоя вина, Ви. Просто Вон Ха в рот сказал, что я должна. И я сделала это ради брата. На тот момент ты был мне чужим человеком, и я легла под тебя, потому что так надо было. Кому надо было? Зачем?» Она горько усмехнулась и вытерла слезы. «Сейчас это кажется таким бессмысленным. А тогда это было важно. Затем я стала привыкать к тебе. По сравнению с братом, ты был безобидным, хоть и обращался со мной как свечи. Хотя тут я сама виновата. Когда я позволила Вон Ха помыкать с собой, и впервые переспала с тобой, я похоронила свою гордость и дала понять, что я игрушка в его руках. «Это ты привела меня на гонки. Ты Хен вспомнил свой первый заезд, когда он не знал, с какой стороны к байку подходить, и мечтал поскорее сбежать домой к выпивке. Ему было насрать на всех. Он даже чуть не подрался с байкером. Ви Йон же его и спасла каким-то чудом». «Да, пыталась выйти над тебя из той ямы, в которой ты сидел». Она вспоминала их знакомство и улыбалась, но это была счастливая улыбка. Хотя всё и начиналось дерьмово, сейчас она была рада, что просто может находиться рядом. Привилегии на что-то больше она утратила. «Да, я бесконечно виновата перед тобой. Не буду оправдываться или извиняться, просто я не вернусь к нему». «Это ты ему сказала, кто чинит тачки парней?» «Да». «А почему Моника была одна из того, и кто тот парень?» «Он же хан лучший друг Вонха и человек, который спас нас от голодной смерти. Он поднял нас с колен, когда мы уже отчаялись. Когда мой брат убезумел от своего желания отомстить, да без всяких вопросов поддержал его. Он очень изменился, стал жестоким, хотя раньше все было иначе». Она устала от рассказов, и алкоголь начал действовать. «Девушка не обращала внимания на Тихена, а парень впервые рядом с ней был растерян. Он ведь не лишен человеческих качеств, умеет сочувствовать и переживать. Она предала, обманула и растоптала его доверие. Она жертва чудовища, который не смог пережить случившееся. Вины Тихена нет в том, что случилось, но разве можно доказать это безумцу? Нельзя». Моника лишь стала жертвой обстоятельств. Она случайно познакомилась с Джиханом и видела с ним всего пару раз. Она ничего не знает. «Ты в норме», – тихо поинтересовался парень. «Мне нужен свежий воздух. Схожу в магазин и куплю продуктов для обеда. Ты посидишь полчаса один?» Она заметила слабый кивок и, поднявшись с дивана, направилась к выходу. Им обоим нужно многое обдумать. Девушка сделала глубокий вдох полной грудью и попыталась прийти в себя после выпитого алкоголя. Эмоциональное потрясение ударило в голову сильнее виски, так что нужно было проветриться. «Ты что, плакала?» Парень посмотрел на ее красные от слез в глаза и тут же нахмурился. Раньше она вообще никогда не показывала слез. А тут лицо зареванное, как после истерики. «Если ты позвал меня сюда, чтобы это спросить, то я пошла». Она сделала вид, что собирается встать со скамейки, но парень перехватил ее запястье и усадил назад. «Успокойся, я просто хочу поговорить». Джихан выглядел взволнованным, что вообще было не характерно для него. «Только быстро. Я сказала Тихену, что пошла за продуктами и скоро вернусь. Не хочу его снова обманывать». «Возвращайся домой». Предложил парень, кидая на нее тоскливый взгляд. Наивно с его стороны было думать, будто она вот так встанет и пойдет с ним. Но он надеялся и еще не понимал, что это точка. «У меня нет дома». Девушка пыталась на него не смотреть, не давая ему возможности уговорить ее. Этого не должно было произойти. «Ванха зашел слишком далеко, но не надо торопиться с выводами. Ты просто на эмоциях». «Ты себя вообще слышишь?» – скрикнула Вион, вставая со своего места. «Да, ему место на соседней койке с матерью. Не месть ему поможет, а хороший психиатр. Он свою жизнь положил на алтарь семейного отомщения. Мою изгадил и тебя следом тащит. Я не собираюсь садиться в тюрьму вместе с ним. А все к этому и идет». «Он твой брат, и ты не можешь вот так просто его бросить». Джихан терял терпение, и его напускная доброта слетела как маска. В глазах снова дикий огонь, кулаки сжаты, и он ничем не лучше Вонха. Готов накинуться и убить любого, кто слово поперек скажет. Что с ним сделала жизнь? Они превратились в монстров. И в этом нельзя винить Тихена или его отца. Нет. Это они сделали с собой сами. «Мой брат остался в детском приюте, куда нас отправили, когда мама оказалась в психушке. Там я последний раз видела своего брата. А тот человек, который меня избил, мне не семья». Она толкнула парня в грудь, зная, что он не решится ее ударить. «Да, он очерствел. Но в глубине души этот человек в нее влюблен и уже давно». «Она это знает. Никогда не забудет его ласковые взгляды, когда она была еще подростком. Если бы она не влюбилась в Тихена, может быть, у него был бы шанс». «Посмотри на мое тело». Она задрала рукав кофты и начала демонстрировать синяки. К сожалению, изуродованные синяками бедра были закрыты джинсами. Но Джихан знал, что и там полно ноющих ран. «Я разобрался с Ванха за то, что он сделал». Она, услышав эти слова, лишь насмешливо рассмеялась. «Разобрался. В угол поставил. Сладкого лишил. Не смеши меня, пожалуйста. Если я вернусь, все повторится». Она отрицательно замотала головой. «Нет. Я больше не стану связываться с Ванха. От одного его имени меня тошнит». «Если ты не с ним, значит, ты против него». Девушка удивленно вскинула брови и повернулась к парню. Уж от него она точно не ожидала чего-то подобного. «Это его слово. Когда ты ушла, он сказал, что у тебя всего один шанс, чтобы вернуться». «Вернуться для чего? Чтобы снова стать игрушкой в его руках? Быть грушей для битья? Или смотреть, как он окончательно слетит с катушек?» «Если не ты Хион, то Янги тебя вышвырнет рано или поздно». «А, может быть, это будет даже Чунгук». Вот теперь он издевался над ней, намекая, что она в клетке. И как бы не хотела сбежать, ей никуда не деться. Либо брат, либо вольное, но недолгое существование, потому что жить ей не на что. «Я лучше с голодухи сдохну, чем сделаю еще хоть шаг против Тихена». И на этом разговорах было кончено. Девушка встала со своего места и направилась к выходу из парка, оставляя прошлое за спиной. Джихан. Она не хочет его оставлять, а знает, что с ним все потеряно. Он не бросит вонха, потому что тот ему, как брат. Но это единственная причина. Джихана можно вытянуть из этого болота, спасти от самого себя, от его жестокости. Если бы только Вион этого хотела, она бы это сделала. Чингук три дня не был дома и уже начал волноваться за состояние своих цветов. Он объяснил Хасуку, какие нужно полить, а какие не трогать. Но теперь оставалось надеяться, что брат ничего не перепутал и не перелил. Подросток скинул у входа белые кроссовки и направился в гостиную на поиски хоть кого-то. Родителей на горизонте не обнаружилось. В холодильнике юноша нашел любимое банановое молоко. И не утруждая себя поисками стакана, прямо так с бутылкой направился в свою комнату. Он попивал любимый напиток, когда зашел в спальню. С первого взгляда все выглядело нормально. Чон прошел к полке с цветами и принялся разглядывать свои любимые фиалки. Земля была немного сырой. Нельзя сказать, что Хасок справился идеально, но спасибо, что не перелил. Чон принялся хлопотать с цветами, быстро приводя их в чувство, опрыскивая листики из распылителя и разрыхляя землю. Сделать все нужно было как можно быстрее, потому что на сегодня еще была куча планов. Гук бережно завернул любимый кактус и спрятал его в сумку. Без арчи было тоскливо, да и тем более цветок напоминал ему Тихена. Гук просто обязан был забрать его с собой. Чон полез в шкаф за вещами, которые ему были необходимы, но не нашел нескольких футболок. Он выскочил из комнаты и направился в спальню брата. Не успел Чон зайти, как раздался женский виск. Чонгук и сам не успел толком понять, что случилось. Он только увидел голую спину девушки, потом послышался крик Хасока, а затем в него полетела подушка. Юноша закрыл глаза, но замер в дверях, все еще растерянный от ситуации, в которой оказался. Чонгук, ты что дома делаешь? Раздался голос Хасока. Парень был запыхавшийся, как после длительной пробежки. Простите, я не хотел мешать. Я за вещами приехал, уже ухожу. Он, забыв про футболки, которые искал, развернулся и направился к выходу, но врезался в дверной косяк. О, ты в порядке? Спросила девушка. Моника? Удивленно воскликнул Чонгук, разворачиваясь, но не открывая глаза. Ой, извините, я ухожу. Он все-таки нашел выход и выскочил обратно в коридор. Подросток был смущен, и теперь он не скоро сможет смотреть девушке в глаза. Неловко получилось. Он потоптался еще немного возле двери, а затем уже развернулся, чтобы уходить, но из комнаты выскочил хобби, обмотанной в простыне. Чонгук окинул брата любопытным взглядом. Раньше таким он его не видел. Да, раньше Хасок вообще девушек домой не водил. Хён, прости, я не знал даже, что ты дома. Начал извиняться Чонгук. Я уже собрал вещи, и сейчас озабей, все нормально. Отмахнулся парень. Я не должен был домой приводить ее, но родители на работе, ты вот и Хён. О, это Моника. Чонгук указал на закрытую дверь, и прозвучало это не как вопрос, а как утверждение. Спасибо, что сообщил. А я-то думаю, чего у нее лицо такое знакомое. Брат рассмеялся, беря Гука под руку и в воде подальше от спальни. В смысле? Подросток запнулся, обдумывая слова. Вы теперь вместе? О, спроси чего полегче. Она четко дала понять, что я ей интересен. Хасок пожал плечами и пошел вперед, спускаясь по лестнице. Младший направился следом за ним. Его даже не смущало, что брат был по пояс голым. А ведь Хасок, наверное, единственный, кто не смущал Чонгука в таком виде. Меня всего три дня не было дома, а ты уже успел девушку завести. Шатын остановился в дверях, пока Хасок принялся искать в холодильнике сок. Хорошо, что девушка. Не знаю, как бы мы оба объясняли родителям, если бы у нас обоих были парни. Это вроде должно было стать шуткой, но Чонгук весь напрягся и помрачнел. Он об этом еще не думал, пока Хобби не сказал. Еще один повод для переживаний и волнения. Как он скажет родителям? Хе он? Тихо протянул парень, привлекая внимание брата. А твой папа, он как к гейм относится? Гоки, он и твой папа тоже. Хасок попытался прибодрить мелкого, но он явно занервничал. Он никогда не высказывался относительно этого вопроса, поэтому, если честно, я не знаю. Но я тебя поддерживаю и буду на твоей стороне, когда ты решишься рассказать. Ты ведь не против наших отношений с Тихионом? Да? Я жутко переживаю за тебя, но еще я вижу, как Тихен изменился. Он ушел с головы в эти отношения. Чувство к тебе это лучшее, что с ним случалось. Хобби говорил спокойно, как о погоде, а для Гука эти слова значили очень много. Он внимательно слушал. Старший достал тарелки и принялся нарезать бутерброд. Он стал серьезнее, дурь с головы вышла. Он наконец-то перестал думать задницей, когда ты стал на первое место в его жизни. Да и ты ходишь счастливый. Как я могу быть против, Чунгок? Спасибо. Мне нужно подумать, как рассказать родителям. Чунгок прикусил нижнюю губу и задумался. Как здоровье, Тихена? Хобби решил сменить тему, лишь бы только малой не загонялся так сильно. Я каждый день смазываю гематомой и заставляю его пить лекарства. Он капризничает, но идет на поправку. Ты его одного оставил? Нет, за ним Вион приглядывает. Чунгоку надоело стоять, и он пошел к барной стойке, присаживаясь на высокий стул. Хосок вдруг начал смеяться. Ты чего? Нашел, на кого оставлять Тихена. Она либо разрешит ему лекарства не пить, либо чего еще похоже случится. Гук весь побледнел от слов брата и засуетился, собираясь поскорее уйти. Чунгок? Что? Парень оторвался от сумки, в которую старательно запихивал одежду и повернулся к Хосоку. Почему не сказал, что отца видел? Дважды. Вот этот вопрос был совсем неожиданным. Чунгок даже растерялся. А что я должен был сказать? Ну, например, что этот урод хочет тебя к себе на все лето забрать. Вдруг выпалил Хосок, отчего тяжелая сумка выпала из рук подростка и с шума ударилась о пол. Что? Ты не знал? Он вчера приходил и искал тебя. Заявил, что если суд даст разрешение, он заберет тебя на лето. Суд через пару недель состоится. Примерно после окончания учебного года. Тут же немного осталось. Хён, я не хочу. Жалобно пожаловался Чунгок, будто Хосок мог решить эту проблему. Брат смотрел с жалостью. Он обошел барную стойку и подошел к младшему, чтобы хоть немного его успокоить. Эй, ни я, ни родители не дадим тебе в обиду. Все будет хорошо. Слышишь меня? Хосок наклонился, чтобы быть наравне с лицом младшего и потрепал его по волосам. Гук улыбнулся. Ему было нужно совсем немного, чтобы возбодриться. Капля заботы и пара добрых слов. Ладно, я не буду пока об этом переживать. Чунг поднял с пола сумку и закинул ее на плечо. Иди к девушке, она тебя заждалась. Чимин надел черные очки и подвинул свой стул ближе к навесу, чтобы солнце не светило в глаза. Он потянулся к стакану с ледяным напитком и сделал пару освежающих глотков, спасаясь от жажды. Пак не был создан для жары, его больше привлекала осень или начало весны. Он схватился за тетрадь, лежащую на столе и принялся обмахиваться, пока Чунгук расслабленно попивал холодный американо. Ему, похоже, высокая температура вообще не мешала. Парни сидели в небольшой кафешке напротив цветочного магазина и болтали обо всем и ни о чем сразу. Через 20 минут должна была начаться смена Гука, а пока можно и с другом побыть. Чунгук подул в трубочку, напиток забурлил и начали появляться пузырики. Напомни, почему я с тобой дружу? Вдруг спросил Чимин, наблюдая за парнем. Чунгук выглядел по-детски в больших бесформенных штанах, белой футболке и панамке. Чун замер и похлопал глазами, явно не зная, что на это ответить. Мы же такие разные. Ты тихий, правильный, добрый, а я раздолбай. Закончил за него Чунгук. И в него тут же полетела салфетка. Эй, я просто очень активный. Парень пытался найти синоним, но надо признать, что Чун подобрал идеальное слово. Тебе тоже нужно втягиваться. Ты молод, пора уже начать веселиться. Не все же время только за цветочками сидеть. Не. Чунгук тянул щеки и потянул из трубочки напиток, что выглядело забавно. Меня Тэхён не отпустит. А мы ему не скажем. Чимин настойчиво подговаривал друга, хотя это было довольно сложно. Гук слишком честный. Соврать ему. Чуну эта идея сразу не понравилась. Я не хочу нарываться. Он на меня никогда не кричал, но я и начинать не хочу. Это же Ви. Я не хочу рисковать. Зачем ты заводил парня, если боишься его? Я не боюсь, возразил Чунгук, хотя он начинал противоречить самому себе. Я просто не хочу давать ему повод для ссоры. Он будет не в восторге. И вообще, Юнги прямо тебе разрешит, да? Хёны ничего не узнают. Через неделю будет вечеринка по случаю окончания учебного года, и мы просто обязаны на неё сходить. Тэхёну и Юнги скажем, что у меня дома устроили вечеринку для двоих. Они прямо не придут, думаешь? Им как мёдом намазан там, где мы, возразил Чунгук. Его доводы были очень вескими, но до вечеринки ещё целая неделя. Время придумать отмазку будет. Чимин слишком сильно хочет отметить конец учебного года. Что-нибудь придумаем, или я пойду на эту вечеринку один. Неужели ты отпустишь меня одного? Тебе настолько не сидится на жопе ровно? Юнги с тобой к тридцати посидеет. Чимин, услышав его комментарий, громко рассмеялся. Я до двадцати восьми с этой задачей справлюсь, отмахнулся Пак. Чингук закатил глаза и снова потянулся к напитку, в надежде, что разговор о вечеринке будет отложен на неопределённый срок. Чимин достал телефон и принялся снова рубиться в игру. Погода не располагала к работе, да и к тому же голова Чёна была забита мыслями о Тэхёне. А ещё он уже начинал жалеть, что оставил его свиён. В голову приходили глупые мысли, ревность душила, и хотелось бросить всё и прямо сейчас поехать обратно. Но это так глупо. Доверие очень важно, поэтому Чингук продолжал сидеть и делать вид, будто он абсолютно спокоен. Только томно вздыхал через каждые пять минут и снова уходил в свои мысли. «Если ты встретишь Юнги, ты меня сегодня не видел», вдруг произнес Чимин. «В смысле? Почему?» «Я сказал ему, что на дополнительных по литературе. Типа мне к Олимпиаде надо готовиться». «Ты и Олимпиада по литературе. Юнги реально в это поверил. С трудом!» Чимин потряс в воздухе какой-то книгой из школьной библиотеки. Наверняка он даже не знает её название. Схватил первую, которую увидел, чтобы хоть немного усыпить бдительность Юнги. «Мне скоро на работу надо идти». Гук проверил время и, наконец, дописывая Американо, позвал официанта. По счёту расплатился Чимин. Огромное преимущество общения с Паком в том, что этот засранец щедрый и никогда не жалеет денег на хорошие подарки или чтобы вот так заплатить за них обоих. «Чунгок, вот ты где!» За спиной раздался знакомый голос и Шатена как холодной водой окатила. Он дернулся и прикрыл глаза, надеясь, что ему просто померещилось. «Чёрт, только этого придурка здесь не хватало!» Прошипел Чимин. К столу подошёл Юнг Су. Он выглядел таким довольным, за спиной в руках что-то прятал и это немного настораживало. «Привет!» Гук из вежливости поздоровался с ним, думая, как бы так уйти, чтобы парень не увязался следом. «Я в цветочный магазин к тебе зашёл, но затем заметил, что ты здесь сидишь». Зачем-то начал объяснять парень. «Хотел увидеть тебя». «Увидел?» поинтересовался Гук. «Можешь идти дальше». «Зачем ты так? Я вот тебе цветы купил, ты же любишь». Он из-за спины достал пышный букет ромашек. Глаза Чёна расширились и он в немом шоке приоткрыл рот. «Я смотрю, тебе понравились?» «Ты...» Подросток смотрел на цветы не в состоянии продолжить фразу. «Молодец», предположил Рыжий. «Ты идиот!» На всё кафе взвизгнул Гук. Он закрыл двумя пальцами нос и отодвинулся как можно дальше от букета. «Ромашки — это единственные цветы, на которые у меня аллергия. Хотя я уже не уверен. Может быть, у меня аллергия на тебя?» Чимин громко расхохотался, а на лице Юнг-су отобразилось полнейшее отчаяние. Он, не задумываясь, выкинул букет в ближайшую урну и снова направился к Чунгоку. «Я могу составить тебя компанию на работе?» «Нет!» Резко вскрикнул подросток, вставая со своего места. «Юнг-су, я ведь тебе чётко дал понять. Никаких свиданий!» «Нааааа...» «Ещё раз появишься на горизонте, и я скажу своему парню!» Пригрозил Чон, и угроза дала свой эффект, потому что Рыжий поморщился, вспоминая боль от перелома носа. «Ах, не советую бесить его парня. Встрел Чимин, подливая масло в огонь. Он недавно подрался с байкером и сейчас на живом ранении лежит. Злой как чёрт, зубами любого порвет. Пак злораствовал, наблюдая, как недоверчивое выражение лица Юнгсу сменяется ужасом и неподдельным шоком. Чунгук не стал дослушивать, и пока Чимин заговаривал рыжему зубы, быстро направился к магазину. Он надеялся, что Юнгсу не увяжется следом. С каждой минуты их день становился всё более напряжённым, и даже оптимистичный Гук начинал психовать. Когда он зашёл в магазинчик, сразу столкнулся с Намджуном. Он бы удивился его появлению, если бы не заметил байк ещё на улице. Да и вообще парень появлялся здесь постоянно. И понятно, что причиной была далеко не любовь к цветам. Причина его появления здесь сейчас стояла возле стеллажа с розами и опрыскивала их листья. Чунгук прошёл в комнату для персонала и бросил сумку на пол. Он достал телефон и проверил время. Ему ещё четыре часа работать, и только тогда он сможет вернуться обратно домой. Чунг не был настроен сегодня на продуктивный труд. Его как магнитом тянуло к Тихёну. Джун, переставь, пожалуйста, те вазоны. Джин указал на цветы из нового завоза. Блондин кивнул головой и бросился выполнять просьбу. Чунгук завязал передник и направился к небольшому столику с декоративными украшениями. Ему нужно было собрать три букета под заказ, потому что клиенты должны были скоро прийти. Ты чего такой грустный? Старший неожиданно оказался рядом, не давая подростку уйти слишком глубоко в свои переживания. За Тихёну немного переживаю. Ну, фактически, это было правдой. Только вот у Чунгука было ещё много причин для беспокойства. Я не думаю, что о нём стоит волноваться. Он ведь уже идёт на поправку и выглядит очень бодрым. Сокджин достал из фольги жёлтые гладиолусы и принялся расставлять по вазам. Вы прави. К прилавку подошёл Намджун, опускаясь на ближайший стул. О нём вообще волноваться не стоит. На этом гадёныше всё заживает, как на собаке. Будто это его первая травма. Парень махнул рукой и подбадривающе улыбнулся Гуку. У него и раньше были такие серьёзные травмы. Подросток отложил цветы и посмотрел на Хёна. Ну, он и раньше очень сильно дрался. На живых, конечно, не было. Но ведь всё обошлось. Его толком почти не зацепило. Любая травма – это очень опасно. Да, но у Тихёна закалённый иммунитет. Детство у него было тяжёлым. Чингук хотел было продолжить оформлять букет, но слова Намджуна снова отвлекли. Он мне ничего не говорил про своё детство. Только что родители погибли. Он скитался и выживал. Опекун у него гнеда редкостная. Пусть Тихён тебе сам расскажет, если захочет. Дженни, может отпустить пацанёнка? Я могу помочь тебе здесь. Блондин кивнул на подростка. Чингук, закончишь с букетами и можешь идти. Ведь ты сейчас нужнее дома, чем мне здесь. Спасибо, Хён. Чингук сразу активизировался и принялся быстро составлять букеты. Чингук открыл дверь своим ключом и валился в квартиру. Он хотел крикнуть, что он дома, но воздержался на случай, если кто-то спит. Парень скинул обувь и с сумкой пошёл дальше, прислушиваясь. В гостиной и на кухне никого не было, поэтому Гук направился в сторону спальни Тихёна. Ему хотелось просто упасть на кровать, прижаться Хёну и не вылезать из-под одеяла. У самой двери парень остановился и прислушался. Из комнаты раздавались странные хрипы и, кажется, они принадлежали Тихёну. Фантазия дала ход, ревность ударила в голову. Чингук приоткрыл дверь и прислушался, не решаясь зайти. Чёрт, Ви, это потрясающе. Почему ты раньше не делала ничего подобного для меня? Ви протянул слова и тихонько застонул. Гук замер и не знал, что ему делать дальше. Внутри родилась паника и, конечно же, желание уйти как можно дальше, чтобы не слышать этого. Затем из спальни комнаты снова послышалось давленное хрипение Тихёна. Чингук не в силах больше ждать, дёрнул дверь и влетел в спальню. Ким Тихён, как ты мог? Заорал парень, замирая на месте. Ви поднял голову с подушки и удивлённо посмотрел на младшего. Ви Йон тоже остановилась, не сразу понимая, откуда подросток появился, потому что пару секунд назад его не было. Чингук чувствовал себя круглым идиотом. Те лежал на постели без футболки, на животе, а девушка всего лишь делала ему массаж. Это был просто массаж, а в глупой голове подростка родились далеко не самые приличные идеи того, чем они могли заниматься. Стало обидно за самого себя. «Малыш, ты вернулся!» – радостно воскликнул бринет, приподнимаясь на локтях. «Ну смотри на меня таким взглядом, я всего лишь растёрла ему мышцы, он днями лежит без движения». Девушка вытерла салфетками руки от крема и, встав с постели, отошла к креслу. «А ты чего кричать начал, когда влетел сюда?» Тихён сел на постель и удивлённо посмотрел на Чингука. «Стоп! Ты что, подумал, что я тебя изменяю?» «Ну, я...» Чон растерялся и не знал, что говорить. Он себя накрутил за день, что он ещё мог подумать? «Чонгок, как ты мог?» Ты опустил голову и только сейчас подросток заметил, что Винни адекватен. Он шатался даже сидя, а в воздухе витал запах алкоголя. «Ты что, напоил его?» – скрикнул парень, подлетая к Тихёну. Он поднял его лицо и сразу почувствовал крепкий запах виски, а затем бутылка возле постели на глаза попалась. «Вийон, какого чёрта? Он же на лекарствах!» «Я дала ему лишнее обезболивающее. Твои таблетки – полная фигня». Девушка закурила и выпустила дым. Чингук закашлялся и замахал рукой. Он ненавидел запах табака. Тихён даже курить бросил из-за этого, но, похоже, Вийон весь день дымила в их спальне, потому что здесь ужасно воняло. Чинг подошёл к окну и открыл его нараспашку. «Ты его кормила? Он что, ребёнок? Захочет, скажет. Так и покормлю». «Ты что, больная?» – заорал Чингук не в состоянии себя контролировать. «Он ранен. Ему нужно хорошее регулярное питание и лекарство. А ты его напоила и даже раны не обработала. Зато раздеть и массаж сделать умудрилась. Чего ему сразу в трусы не залезло?» «Малыш, ну не злезь!» Пьяный Тэ протянул руку и схватил подростка за запястье. Гук дёрнулся и хотел вырваться, но у него не хватило сил. Тихён усадил его к себе на колени. Чон злился и не хотел этого. «Вийон, выйди, нам с малышем нужно помириться». Девушка затушила сигарету и вышла из спальни, закрывая за собой дверь. Чингук попытался снова встать, но его усадили обратно и не дали даже шевельнуться. Тихён уткнулся носом ему в шею и молчал. Ждал, пока мелкий успокоится хоть немного. «Злежься на своего папочку». Он пытался его задомрить, гладил длинными пальцами по бокам и нежничал. Чингук сложил руки на груди и на ласку никак не реагировал. «А какой ты реакции ожидал? Я волнуюсь за тебя. Ты мало того, что лекарства не принял, не поел, да ещё и её в нашу постель затянул и разделся». «Так ты ревнуешь меня, малыш. Если я выпил, это не значит, что я не могу себя контролировать. У меня заболело плечо, и я попросил помассировать. На этом всё. Ничего не было». Тэ улыбнулся и поцеловал Чингука в щёку, но тот не собирался прощать его так быстро. «Ты сказал, наша постель? Мне нравится эта формулировка». «Наша постель», – прошептал в ухо, опаляя кожу горячим дыханием. Тэ сжал талию чуть крепче, ощущая, что падение младшего близко. Ещё немного и он растает и поддастся. «Зачем ты пил? Теперь, пока не протрезвеешь, лекарство не получишь», – возмутился Гук. «Как насчёт твоих поцелуев в качестве болеутоляющего?» «Как ты заслужил? Ты такой вредный». Тэ тихо рассмеялся и, подхватив Гука за талию, уложил на кровать, наваливаясь на него сверху. Он взял младшего за лодыжки и закинул его ноги себе на бёдра, прижимаясь всем телом. Сладко его поцеловал, ладонью пробираясь под футболку и поглаживая животик, но не трогая выше. Один раз Ви случайно заделся сок Чёна, и тот тихо простонал. Соски – эрогенная зона, и эту часть тела тихо не трогает до тех пор, пока они не дойдут до интима. А пока можно ограничиться и животиком. Чунгук такой податливый и чувствительный, реагирует на любые касания, отзывается, прогибается в спине, обвивает руками за шею тихо и ногами прижимает его к себе крепче, не оставляя между ними ни миллиметра свободного пространства. Тихен целует жадно, иногда покусывает, но всё равно остаётся ласковым. Ему нравится то, насколько маленьким в его руках кажется Чунгук. Нравится то, какой он неопытный, и как легко младшего удивить. Какое-то новое касание или открытие очередной эрогенной зоны, про которую прежде Чун не знал, и в глазах подростка искра сверкает. Ви спустился влажными тягучими поцелуями к шее, оставил маленький засос, который можно будет легко спрятать под воротником, но главное, что Те будет знать, что он там есть. Бринет хотел пометить Чунгука всего, не отпускать, присвоить себе или же вообще раствориться в нём. Он слишком влюблён в него. Как Гук мог подумать, что Те способен ему изменить? Это глупо, учитывая, что никто, кроме Чунгука, не может свести Техёна с ума одним только взглядом. Ви случайно прошёлся пахом по шаринке Чунгука, и тот дёрнулся от неожиданности. «Папочка!» В комнате раздался тихий стон, а затем щеки подростка залились румянцем. Он сам от себя этого не ожидал, но такое касание ему понравилось, и стон был непроизвольный. Те довольно улыбнулся, но повторять не стал. Он чувствовал, что у Чунгука появляется, чего раньше у них не случалось. Гук, как для девственника, был чувствительным, но на удивление сдержанным. Ви впервые ощущал, как тот стал твардом и упирался ему в беду. «Ты хватит, пожалуйста!» Жалобно заскулил Чун, ощущая своё возбуждение. Он не хотел продолжать, боялся. Ви потянулся к его губам и последний раз сладко их поцеловал, оттягивая нижние. «Мне... мне надо в душ». Чун оттолкнул Хёна и, вскочив с постели, унёсся в ванную комнату. Справляться с незапланированной проблемой. Те тихо рассмеялся и, подмяв под себя подушку, остался на постели ждать, когда Чунгук вернётся из душа. Спасибо за прослушивание. Если тебе нравятся мои озвучки, ты можешь поддержать меня на бусте, где главы выходят гораздо быстрее. Также обязательно оставляй лайк, комментарий и подписывайся на канал Вайфу в голове. Субтитры создавал DimaTorzok